Спустя одну неделю депутаты Народного собрания Гагаузии вновь собрались для избрания председателя законодательного органа. Перед началом заседания депутаты Виктор Петров и Георгий Ильич высказали свою позицию о процессе голосования. Очень надеюсь на это, что получится. Для этого и пришли. Хотим наконец-то решить уже, избрать, потому что очень много накопившихся вопросов и бюджет, и социальных программ, которые нужно внедрять. Очень надеюсь на то, что удастся сегодня решить этот вопрос. Тут не только потребность депутатского корпуса в этом присутствует, но и более чем очевидно острая общественная потребность. Если мы и сегодня не сможем избрать руководящие органы Народного собрания, его рабочие органы, президент, председатель, то тогда Гагаузия может скатиться в очень нехорошие политические дрязги. И это может повлить за собой крайне негативные последствия для населения, которые ждет от нас принятия ряда нормативных актов. После получасовой полемики народные избранники ушли на перерыв. Депутат Народного собрания Гагаузии Иван Димитроглас сообщил, что депутаты НСГ от партии социалистов не вернутся в зал после окончания перерыва. Мы не зайдем на него, тем самым выскажем свое мнение и мнение фракции. Я, как уже подметил, что фракции социалистов всего лишь 9 человек. В Народном собрании не является большинством. Есть 25 депутатов, которые сегодня спокойно могут организовать выборы председателя. Депутат Народного собрания Гагаузии от села Тамай Сергей Чемпоеш считает, что его коллеги не хотят избрания председателя. Депутат Народного собрания Гагаузии от села Копчак Валерий Монастерлы отметил, что на сегодняшнем заседании получится избрать руководящий орган. Депутаты все-таки изъявят свое волеизъявление, все-таки решатся зайти в эту кабинку. Потому что то, что фракции объявляли, что не зайдут голосовать, это вообще неправильно. Это, как они выразили, волеизъявление депутатов. Но депутатов выбирали люди, народ выбирал. Поэтому они должны изъявлять волеизъявления людей, избирателей. Я думаю, что сегодня все получится. В итоге для голосования на должность председателя законодательного органа была предложена всего одна кандидатура – Дмитрий Константинов. В ходе тайного голосования не все народные избранники выразили свою волю. Всего 14 депутатов приняли участие в избрании главы НСГ. Все принявшие участие в этом процессе отдали свои голоса за Дмитрия Константинова. Но 14 голосов было недостаточно для избрания председателя. Следующее заседание состоится 3 декабря в 10 часов.